Проект будущих мусоросжигательных заводов пока в 3D-проекции. К 2022 году в России в полный рост вырастут 5 таких заводов. 4 в Московской области и 1 в Казани. И несмотря на всю внутреннюю идентичность, внешне каждый завод постараются сделать уникальным. Заводы мы планируем сделать не только промышленными объектами, но еще и объектами туристического показа. Я уверен, что вам понравится. При всей архитектурной оригинальности по качеству мусоросжигательный завод в Казани будет такой же, как и в Московской области. А запустить масштабный проект в год экологии особенно значимо, отмечают создатели. Полтора миллиона жителей двух субъектов получат 338 мегаватт зеленой энергии в год. Это энергия, которая будет вырабатываться из отходов. Открытый диалог проведут жители и выслушают предварительно публичные слушания. В Казани назначено на сентябрь-октябрь текущего года. Предварительно наметили и место расположения будущего завода. Это либо Самосыровская свалка, либо район Оргсинтеза. И один вариант на резерв. Партнерами проекта стали швейцарские коллеги. Страна считается самой экологичной в мире. Мы не уйдем, как только построим завод. Как только мы его запустим, мы проведем тренинг для всех работников завода. И обучим их безопасному и экологическому управлению. И Хитачи, как партнер проекта, будет продолжать работать над проектом. Одним из самых спорных моментов диалога стала утилизация и замена фильтров. Именно к ним больше всего претензий от общественности. С высоты опыта на вопрос журналистов ответили швейцарцы. Менять раз в несколько лет. Чаще обновлять реагенты. Помимо России, аналогичные проекты швейцарские специалисты сейчас реализуют в Шотландии, Ирландии и Великобритании. Александр Севастьянов, Марат Зайдулин, ТНВ, Москва.